Какие тайны скрывает земля Каманчи? Путешествуйте сегодня с нами и вы узнаете, какие открытия сделали мы. Собрались мы, значит, сегодня поехать посмотреть на следы динозавров. Да, между прочим, все Колорадо наполнено всякими разнообразными следами и останками динозавров. И одно из таких мест есть на земле Каманчи. Это место называется Каманчи Нейшнл Граслэнд. В общем, мы туда сегодня и собрались. И приключение у нас получилось, надо сказать, очень-очень интересное. Так что оставайтесь с нами. Это место находится недалеко от города Ладжунта. Про него я уже вам рассказывал. Так же, как и про Рокки Форт и старый Форт Бента. Я оставлю ссылочки на эти видосы. И туда раньше мы ехали по дороге, которая была такая пустынная, вообще никакущая. То в этот раз нам навигатор говорит, что быстрее ехать по 25-му хайвею, который ведет через Колорадо Спринск и город Пуэбло. А еще мы мимо проезжали такого классного города, как Касл Рок. Он так называется. Вот именно из-за этой вот горы, которую вы видите с левой стороны, которая похожа на замок. Почему я сейчас на это обращаю внимание? А потому что на пути обратно эта гора выглядела очень-очень интересно. Так что не пропускайте видос на пути обратно. Я вам покажу, как выглядит эта гора ночью. Чем дальше мы едем, тем виды становятся все более безжизненными и безжизненными. Это хайвей 50, который, в общем-то, и идет от города Пуэбло, и идет городам Ладжанта, там и вот этим вот всем остальным городам. И я вам хочу сказать, что мы ехали, мы хихикали, что чем ближе мы приближаемся к динозаврам, тем наши виды становятся все больше и больше похожи на старинные виды. И чем дальше мы от цивилизации, тем ближе мы к динозаврам. В общем-то, и виды за окном это подтверждают. А по дороге нас посетила мысль заехать в рядышком стоящий город Призрак. И вот мы свернули уже с основного хайвея и уже едем вот такой вот дорожкой, которая уже не выглядит хорошо уложенной, такой качественной. Да, видно, как машину трясет и качает. В общем, да, съехали мы с цивилизацией конкретно. Но нас тут ждал подвох. В какой-то момент времени вдруг вот такой вот асфальт превращается в грунтовую дорогу. И мы такие, что, куда, как, по навигатору нам ехать вперед еще два часа, а уже нет асфальтированной дороги. Мы такие, ну блин, капец, вот это мы встряли, что и вот по такой вот дороге еле-еле душа в теле, нам еще столько времени телепаться. Короче, караул, конечно. Было очень неожиданно, но вы видите, впереди выезжает грузовик. Я, если честно, очень удивился. Я думал, что мы по этой дороге будем ехать одни. А что меня еще больше всего удивило, что водитель этого грузовика остановился. И я только потом понял, зачем он это сделал, посмотрев в зеркало заднего вида. А он просто не хотел нам пылить. И вот он остановился так, чтобы мы могли тихонечко, аккуратненько проехать. И видели прекрасно, как, сказать, разъехаться. Потому что пылюга здесь такая поднимается, что просто караул. Ну и вот, значит, едем и едем, едем и едем по этой вот дороге. Везде только пустыня. Ну как, мы думали, что пустыня это песок, но на самом деле нет. Все-таки это место называется Грасленд. Вроде бы как типа луг, да, получается. Земля с травой. Да, трава здесь есть, но вся желтая, сухая. И навигатор говорит, вам направо. Мы такие, ну окей, направо так направо. В общем, дорога становится еще хуже. И мы думаем, блин, вообще туда ли мы едем? Что это за дорога такая? Ну ладно, видимо, навигатору виднее. И мы продолжаем ехать. А вообще, когда ты едешь по таким вот бескрайним полям, по такой вот дороге, оно становится немножко страшновато. Потому что ты смотришь вперед, только пустыня. Смотришь направо, там только пустыня. Смотришь налево, там только пустыня. И вообще мы уже за это время проехали достаточно большое расстояние, что смотришь назад, а там тоже только пустыня. И заблудиться в этой пустыне, ну так себе удовольствие. Ну хорошо, что есть навигатор. Но на самом деле навигатор нам сегодня сыграл злую шутку. И я был злой как никогда. Короче, видите, куда мы подъехали? Мы приехали к такому месту, где дорога закрыта. Ворота стоят и говорят, типа, нельзя туда, все. Мы такие, блин, ну надо же, так не повезло. Что ж этот навигатор ошибся с местом въезда? И на самом деле, да, я потом посмотрел в навигаторе на карте, что этот городок находится, конечно, туда дальше, по этой дороге. Но чтобы до него доехать, нужно было с этой дороги въезжать с другой стороны. И для того, чтобы нам туда попасть, это нужно было навернуть еще два часа. По таким вот, я даже не знаю, как это назвать, полям, да, дорогам. Мы решили, что нам важнее попасть все-таки к динозаврам. И эти два дополнительных часа крутиться, чтобы попасть в этот город призрак, мы не будем. А то мы и к динозаврам-то, в общем-то, не попадем. В общем, мы отменили эту точку, указали, что у нас теперь следующая точка – это динозавры. И поехали дальше по этой дороге. И вы знаете, что интересно, что в какой-то момент времени эта дорога стала такой ровной, что я прямо даже не ожидал. В общем, это грунтовка, да, но она настолько ровная, что мы смогли разогнаться до 120 км в час. И машина ехала очень ровненько, очень уверенно. И я даже был очень удивлен, что по такой дороге, что вообще бывают такие грунтовки, на которых можно так быстро ехать. И это было, конечно, супер, потому что я переживал, что мы по этой разбитой дороге будем телепаться вообще черт знает сколько, и успеем ли мы вообще до вечера добраться до этих самых следов динозавра. Но оказалось, что по этой вот бесконечной прямой можно лететь с достаточно солидной скоростью. Правда, периодически приходилось снижать скорость вот на таких вот местах, для того, чтобы их, так сказать, чуть менее бить по подвеске, проезжать. В общем, вот эти вот штуки, это такие заборы интересные. Смысл этого забора, он сделан как маленький мостик, выкопана яма, и лежит вот такая вот железяка на этой яме. И получается, что когда железяка лежит, ты можешь проехать. А если ее поставят в качестве забора, то у тебя, получается, будет одновременно с одной стороны забор, а с другой стороны просто яма. В общем, такой забор проехать там на скорости или еще как-нибудь, если он закрыт, у вас не получится, вы однозначно застрянете в этой яме. В общем, едем мы, едем мы, едем мы, едем. И смотрите, перекресток и перекресток с асфальтированной дорогой. А я думаю, блин, навигатор, капец. Неужели на эту асфальтированную дорогу нельзя было попасть с другой асфальтированной дорогой, а не съезжать и вот ехать по этим вот дорогам песчаным? Ну, капец. Короче говоря, мало того, что он нас не довез до этого города, который мы хотели попасть, так он еще нас повел какими-то хородами, полями. Но, видимо, чтобы срезать, не знаю, может быть, он нам сэкономил каких-нибудь минут 10-15. Но, если честно, я бы предпочел все время ехать по асфальту и не съезжать на вот такие вот участки дороги. Правда, надо сказать, что пейзаж особо не поменялся. В общем, все те же бескрайние поля, даже иногда где-то караулы встречаются. Я не понимаю, как они сюда попали, откуда бы они пришли, сколько им лет пришлось идти, чтобы досюда дойти. Ну, да, пейзаж, конечно, караул. Но хороший ровненький асфальт сменился асфальтом похуже, я бы так сказал. Но тут, знаете, что интересно, не асфальт. Тут интересно столбы с левой стороны. Видите, какие они низкие электрические столбы. В общем, мы сделали вывод, что так как мы находимся на аллее торнадо, то, скорее всего, такие низкие столбы устанавливали именно для того, чтобы торнадо не рвало, не валило эти столбы, чтобы электропровода не рвали. А так как растений здесь нет, деревьев здесь нет, тут никого нет. В общем-то, никто до них не доберется, никто их не сломает, кроме ветра. В общем, я думаю, что это основная причина, по которой эти столбы стоят настолько низко. В общем, до них можно рукой достать. Вот видите, вот машинка проезжает, вот видно, насколько они низко. Короче говоря, если я не прав, расскажите в комментариях. Мне даже интересно, правильная у нас догадка или нет. И вот мы наконец-то доехали до того самого парка, но въезд в парк, как вы видите, опять грунтовая дорога. Да просто караул какой-то. Короче, если вы туда соберетесь, будьте готовы к тому, что большую часть дороги вы будете ехать по грунтовке. В общем, дальше во всем парке больше асфальта мы не видели. А периодически дорога даже становилась вот такой, что нужно было потихонечку, аккуратненько ехать. Я так понимаю, что это таким образом заасфальтировали кусочек, где, наверное, по весне течет ручеек. Есть река, сейчас она высохшая. В общем, чтобы дорогу не размывало, туда просто плюхнули асфальт. И, наверное, когда здесь есть вода в сезон, то там приходится, наверное, немножечко проплывать. Да, кстати, забыл сказать, что этот парк закрыт, когда здесь мокро. В общем-то, я так думаю, что именно из-за грунтовых этих дорог, чтобы их не разбивало, чтобы их машины не превращали в непонятно что, а чтобы по ним можно было вот так вот лететь, как мы сейчас опять слетим. Достаточно быстро едем, я бы сказал, для грунтовой дороги. В общем, когда здесь мокро, все эти дороги закрыты, и сюда ехать нельзя. Знаете, что еще удивило? Это то, что здесь все еще встречаются перекрестки, и на этих перекрестках даже есть знаки, и даже обозначены номера дорог. В общем, тут, наверное, просто пожалели денег и не положили асфальт, потому что и дорожные знаки есть, название номера у дорог есть. Ну, то есть это не просто так в поле, где-то непонятно что. Ну что, вам не надоело еще смотреть на эти бесконечные поля и грунтовую дорогу? Я думаю, что надоело. А вы представляете, как нам надоело два часа ехать вот по такой дороге? Глазу вообще не за что зацепиться. Ты едешь тупо прямо, иногда поворачиваешь, а потом опять тупо прямо, и прямо, и прямо, и капец, и кажется, господи, когда же это все закончится? Вообще, конечно, наиболее скучной дороги, наверное, встретить, ну, катастрофически сложно. В общем, возвращая нормальную скорость, и тут вдруг поворот. И вы представляете, поворот. Мы такие, вау, смотрите, какие извилины. Среди нас это вызвало такой спецэффект. Мы такие, вау, ничего себе. Смотрите, какие виды, смотрите, какие бугры, смотрите, какие холмы, дорога поворачивает. Офигеть. Ну, это, знаете, это такой, я не знаю, если бы мы по такому все время ездили, ну, наверное, ничего такого сверхъестественного бы не было. Но после двух часов просто поездки прямо, вдруг увидеть вот такие вот повороты красивые. Ну, в самом деле, красиво. В общем-то, я прибедняюсь, конечно, да. Дорога красивая в этом кусочке. Но, к сожалению, очень-очень мало. В общем, мы объехали. Тут какой-то холмик непонятный. Спустились, в общем, немножечко ниже. А дальше продолжается опять прямая дорога, которая просто какая-то бесконечно прямая. Но надо сказать, что здесь мы, по крайней мере, отдохнули глазами. Вообще, в целом отвели душу и такие, о, класс, красота. Наконец-то хоть что-то отличное от просто прямой ровной пустыни. Ну, а дальше опять, смотрите, дорога в бесконечность. Вообще, мы решили сделать остановку и выйти походить, потому что столько сидеть, ехать. Ну, мы просто устали. А посмотрите, какие интересные кактусы. И вот я раньше никогда не думал, что кактусы могут расти такими вот кустами. Или, можно сказать, в некоторых моментах почти деревьями, да. Интересные кактусы. И желтенькие наконечники у них такие. Это вот, я так понимаю, молодые цветочки-росточки. В общем, красиво выглядит, конечно, очень интересно. Интересные эти кактусы. В общем, если вы сюда едете, обязательно сделайте остановку и походите, порассматривайте эти кактусы. Очень они прикольные. А еще, знаете, что интересно? Это звуки. Вот когда смотрели вы какие-нибудь фильмы про эти времена, про индейцев там или про ковбоев, и они как раз вот в этих вот местах тут ходили. И такие, знаете, мухи знойные, такой вот жужжание стоит. В общем, ровно-ровно все эти звуки и фильмы здесь были. К сожалению, телефон ни одного из этих звуков записать не смог. Видимо, у него какая-то там система шума, да? Вот там, да, отрезание лишних звуков работает или еще чего. Короче говоря, нету этих звуков на телефон. Поэтому можете просто вспомнить это кино, где эти мухи жужжат и жужжат и жужжат. А вон, видите, машинка едет нам навстречу, какую пыль еще подняла. Крулл просто, короче говоря. Ну, надо ради, так сказать, справедливости сказать, что мы тоже пылили, будь здоров. За нами тоже был такой пыльный шлейф, что мы когда ехали, наше заднее стекло вообще было полностью засыпано песком. И мы думали, блин, придется, наверное, на автомойку заезжать буквально сразу, потому что нашей машине уже было невозможно ехать. И все стекла были настолько запыленные, особенно сзади, что просто кошмар какой-то. Вот интересно, что чем ближе к месту притяжения, тем все чаще и чаще встречаются машины. Видите, очередная машина едет, пылит. Да. И, в общем, ехали мы, ехали дальше. И в какой-то момент времени дорога стала вообще вот такой вот. Совсем, совсем уже испортилась дорога. Тут уже, конечно, не полетаешь. Тут уже нужно ехать тихонечко, аккуратненько. И настолько палящее солнце низкое, что камера вообще вот с ума сходила. Она вообще не понимала на автомате, так сказать, как тут выставлять баланс цветом. В общем, она сходила с ума. То она все, видите, делала желтым, то рыжим, то фиолетовым, то синим. Короче, да, камера не понимала, как в этих условиях можно что-то снимать. Но чем дальше мы продвигались, тем все чаще и чаще стали встречаться вот такие вот кустики. Это уже не кактусы. Это такие кусты, листики. Их очень напоминают можжевельник. Я, если честно, не знаю, что это такое. Но радует, что тут уже начинается чуть-чуть больше жизни, чем просто трава и кактусы. И вот вы представляете, их становится все больше и больше. Они все чаще и чаще. И оп! Машины встречаются припаркованные. Мы такие, ого, ничего себе. Мы столько ехали и машины. Но самое главное не это. Самое главное, то, чего мы очень хотели и ждали, это туалет. Вы представляете, столько времени по такой дороге. И туалет! Ура! Счастье! Счастье есть! Вообще это классно, что даже в такой глуши, казалось бы, столько времени ехали в никуда. А тут есть кусочек цивилизации. Там даже доска, как правильно ходить и бродить. В общем, это начало трейла. И наш следующий облом начался именно здесь. А как оказалось, нас навигатор привел к той части трейла, которая пешеходная. Хотя он считает, что можно проехать дальше на машине. Но там была, кстати, даже закрыта и пешеходная дорожка. Калиточка была закрыта. В общем, пешком на этот трейл тоже не сходить. И по нему идти нужно где-то около двух с половиной часов до этих следов динозавра. А это уже был вечер, когда мы сюда приехали. Уже видите, такое солнце уже более желтое. Оно уже достаточно низко. В общем, мы бы пешком, может быть, туда бы за это время с детьми бы, может быть, и дошли бы. Но обратно по темноте возвращаться ну совсем неинтересно. В общем, мы взяли карту в руки, разозлились на этот навигатор. Думаю, ах ты, сволочь ты такая. Привез нас совсем не туда, куда мы хотели. Мы хотели до этого места доехать на машине, а не два часа пешком еще потом шуровать. В общем, мы нашли с другой стороны въезд есть. И мы поехали на этот въезд. До этого въезда ехать еще почти час. В общем, по такой дороге в другую сторону, с другой стороны мы поехали. Да, кстати, зацените, вон с левой стороны опять туалет. Это мне так нравится. Это вообще так прикалывает. В таких местах, где уже, казалось бы, ну уже вообще никакой жизни нет, никакой цивилизации. Но так как люди сюда ездят, а мы тоже люди. В общем, короче говоря, в Америке все делают для людей. Я это уже понял. Поэтому даже вот в таком вот богом забытом месте можно найти туалет. И вот такой вот облом. Вы представляете, мы подъехали, и что мы видим? Дорога закрыта. И мы такие, ё-моё, это ж столько времени ехать и не доехать до тех самых динозавров. Кошмар какой-то. В общем, смотрите, видите, как низко солнце. Конец дня. Мы в конце дня только добрались до этого места, и такой облом. Но мы решили не сдаваться. У меня есть специальная программа для того, чтобы смотреть вот такие вот дорожки, которые вообще даже не дороги, а такие, да, двухколейки. И вроде бы как такая двухколейка ведет ровно к тому месту. В общем, мы решили рискнуть и попробовать, значит, вот по такой вот двухколейке, значит, добраться все-таки до этих следов динозавра. Надо сказать, что дело достаточно рискованное, потому что это уже не дорога, это уже вот именно машинами просто раскатанное поле. Ну, мы решили, что ну надо же хоть как-то попытаться, потому что там, конечно, есть третий въезд, но это третий въезд в трех часах езды отсюда, и мы решили, что ну мы в любом случае не успеем, если мы поедем на этот третий въезд, потому что, ну, уже конец дня, уже скоро ночь, уже скоро будет темнеть, и нам бы посмотреть хоть что-нибудь, хоть где-нибудь, хоть как-нибудь, а дорога тут, как вы видите, такая, что ой, капец. Ну, в общем, мы решили, что у нас, конечно, может быть и не самый крутой джип, но, по крайней мере, здесь он может проехать, и мы потихонечку поехали. А вообще дети сказали, что типа, папа, ты купил неправильную машину, надо покупать такую машину, как у всех американцев, нормальный, полноценный, большой джип с большими колесами, ну, я, вы знаете, теперь понимаю, почему американцы такие машины покупают, они очень активные, я уже об этом много раз говорил, что они очень любят везде ездить, везде путешествовать, куда-то соваться, и, да, паркетник тут, конечно, вообще ни разу не помогает, нужна нормальная машина, с нормальной высокой подвеской и огроменными колесами. В общем, мы попытались туда сунуться немножечко дальше, и надо вам сказать, что эта дорога, чем дальше, тем все больше превращалась в какой-то каменный бурелом такой, даже не знаю. В общем, немножечко еще проехав вперед, мы поняли, что по этой дороге дальше ехать на нашей машине просто невозможно. Но нам же очень хотелось посмотреть хоть на что-нибудь, хоть где-нибудь, ну, блин, не зря же мы ехали, а то и город-призрак мы не посмотрели, и динозавров мы не посмотрели, и вообще, что это за день такой, столько времени ехали по прямой пустынной дороге, ничего не увидеть, так нельзя. Короче говоря, мы решили, что мы на этом не сдаемся, солнце еще не село, и мы просто пойдем и походим пешком, погуляем вокруг этого места. Ну-ка, ну, залезь, почему ты не можешь, а вот этот камень очень интересно выглядит. Кто его так разрезал, кто сюда с пилой приходил? Какие инопланетяне? Только на то, что я не могу. Я так говорю. В общем, мы нашли отличное место для того, чтобы снимать фильмы про теории заговоров, какие-нибудь потусторонние цивилизации там, и всякое такое разное непонятное. Но следы динозавров мы нашли. А вы знали, что раньше вообще это место было сначала морским дном, а потом на этом месте был большой тропический лес во времена динозавров, когда они здесь жили. А теперь здесь такая вот бескрайняя пустыня. Интересно выглядят эти разрезы в камнях, да? Такие ровные, ровные, ровные. И цвет другой. В некоторых местах кажется, что их нарочно резали. В общем, да, для нас это место оказалось очень загадочным. мы были не готовы увидеть это. А папа, как ты слез? Папа, как ты слез? Как ты же слез? Ты самая я ушиб. Ну, что тебе опять у нас? Ну? Тут что-то искали. Ну. Такое впечатление, что они были приклеены жвачкой какой-то древней и расклеились. Ну, вот эти камни, да, прикольно. Как брусчатка, да, уложенная такая. я, 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 в общем, я вам хочу сказать, это очень прикольно побегать по бывшему морскому дну, которая еще являлась и берегом озера. Динозавры! Динозавры! Еще такой там есть дальше. Где? Тут еще маленький один. Вот там вот. Вот туда вот пойдем. Вот, смотри, еще один такой же. динозавры. А вот тут вот тоже, да? Да, да, да. Опа. Здесь, по-моему, это просто заходил. Обрезно, видишь, вот урон. Ну, я вижу, да, эта штука, как плита. Видишь, и тут обрезана. Ровненько. И тут камень, аж обрезан. Ну, я вижу, да, и ровненько, ровненько, такая штука, да. Ну, я вижу, да, он ровный квадрат. Прикольно. Прикольно, непонятно, что это такое. Опять очередной разрез непонятный. А вот так еще ровно прям спилено. Это тоже есть штука. Выглядишь с этой стороны. Видишь, она прям выглядит. Смотри, вообще кирпичи конкретно, просто конкретно кирпичи. Ну, как они это сделают? Что они на панетреанине? Какая бирка прикольная. Под землей живут динозавры. Это о чем я говорю. Ага. Чтобы 100% что-то упустили. Что-то тут строили, да. Что-то тут какая-то стройка была сто пудов. Сто лет назад. Я боюсь, что не сто. Ну, она, не знаю, как-то слишком странно. Выглядит, что если бы она распозлась. Во времена динозавров это был берег большого-большого озера. И вот они здесь, в этом вот песчанике, в этом бывшем морском дне и наставляли следов, которые и сохранились до наших дней. шух, 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 куча нарезов. Кто-то тренировался резать. Походу, да. Если бы мы смогли доехать до нужного места, если бы мы смогли доехать до нужного места, мы бы увидели вот такую вот площадочку, где сохранилось огромное количество этих следов. Они застыли в песчанике. И это позволило им сохраниться на протяжении 150 миллионов лет. Вообще, в этом месте уже насчитали более полутора тысяч следов, около ста трейлов. В том месте, где мы шарились, тоже есть следы, просто их не так много, и они не настолько активно там находятся близко друг к дружке, но их тоже можно найти. Единственное, что мы так и не поняли, и мне в интернете не удалось найти, почему это все разрезано на такие ровные квадраты. И да, самое главное, после дождей надо переходить речку вброд. Машка нашла окаменевший донат. Прикольно, да? Интересная штука. О, слушай, а он еще с белой штукой. Что это белое, интересно? Не знаю. Ты будешь вырезать? В то место, куда мы забрели, там, конечно, дорога просто караул. Я попросил детей даже снять эту дорогу, как мы едем. Ракурс, конечно, не самый понятный. Не видно, что я еду над нормальной такой ямой, с хорошим обрывом, с офигенским огромным камнем впереди. В общем, да, ну, в любом случае, конечно, тут не дорожка, а просто какой-то кроул. Тут надо уметь, конечно, просачиваться, ездить по узким местам. Хорошие навыки вождения вам пригодятся для того, чтобы заехать именно туда, где можно найти следы динозавров. Может быть, можно где-то еще. Мы не все обследовали, но эта территория стоит того, чтобы тут походить и поискать. Несмотря на то, что нам не удалось добраться до самого-самого лучшего места, где больше всего видны эти следы, мы получили огромное удовольствие в поисках этих следов где-то рядышком. И я вам хочу сказать, что надо вам сюда съездить обязательно. Только не обязательно суваться туда, куда мы ехали. Надо разобраться, как же попасть туда, когда там открыто. Если честно, никакой информации в интернете мне на эту тему найти не удалось. Если вы знаете, где найти расписание или причины, по которым это место закрывают или открывают, конечно, было бы очень-очень полезно это знать. А между тем, посмотрите, насколько красиво выглядит эта пустыня, когда солнце уже практически село над горизонтом. Такой желтый, необычный, очень-очень цвет. Огромные длиннющие тени от кустов. Кустов, кактусов. Да, да, тут других кустов, кроме кактусов нет. Мы большие кусты уже проехали. А это уже таймлапс. Просто для того, чтобы вам показать еще немножечко этой сумасшедшей дороги. И цвета. Да, цвета тут меняются на закате. И какими-то становятся просто непонятными. Когда мы выезжали, было все желтое. Сейчас все немножечко розовое. В общем, конечно, пустыня на закате. Это оказывается тоже очень интересно и очень красиво. Ну и в самом конце, как я вам и обещал, город Каслорок на пути обратно ночью. И вот она, та самая гора. Видите, у нее на горе установлена звездочка. Вообще, такие звездочки здесь установлены много где на горах. И вообще, очень прикольно. Если вы не видели, у нас есть видео, как мы ездили к аналогичной звездочке в город Болдер. Там тоже своя звезда на горе установлена. В общем, очень классно. И так вот едешь, и в темноте такая в небе звезда горит. Супер. Ну а на этом на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.